Мы продолжаем знакомиться с нашими земляками, участниками Великой Отечественной. Казалось бы, сколько различных историй было рассказано за 69 лет. Но до сих пор мы узнаем что-то новое. Ведь у каждого была своя война. Вернувшись на родину, Василий Николаевич Недаев понял, ему здесь не рады. О работе на довоенной профессии учителя не может быть и речи. Тогда он решил уехать на Колыму, где проработал более 20 лет. Почему так получилось, узнаете из нашего сюжета. У Василия Алексеевича Недаева на памяти Великой Отечественной остался один единственный значок. А еще воспоминания, которые так не похожи на все известные рассказы о войне. 19-летний выпускник педагогического техникума в июне 1941-го проходил срочную службу в Сумгаите. Потом его часть перебросили в Тбилиси, а спустя полгода в разгар боев за Крымский полуостров в Керчь. И вот я на фронте так выстрелил 4 мины. Но на второй день у немцев появились танки. Самолеты свободно летают над нами. Нашего самолета, нашего танка я на фронте сколько дней был, не видел своего. Что против танка может делать? Отступать. Сперва нормально отступали, а потом бегство. Это уже не отступление. Мы так вышли из города, а с нами оказ капитан. Он привел гражданского, который знает аджимушкайские каменоломни. Аджимушкай стал одним из самых ярких символов Великой Отечественной. Подземный гарнизон более полугода выдерживал осаду, практически не имея связи с внешним миром, при скудных запасах продовольствия и в отсутствии воды. Не имея возможности взорвать подземелья, фашисты в буквальном смысле выкуривали людей из каменоломен. Началась газовая атака. Какой газовая, я назвать не знаю. Она видна, это волнами сперва идет, бросают они по земле. Это как? Дым наступает. И начали выходить. Примерно 100 солдат вышли, и я вышел. Пленных советских солдат поместили в лагерь на территории Украины. Там Василий Алексеевич встретил своего односельчанина и подговорил его убежать. А когда выйдешь, побежишь, там полтора километра лес. Если добежишь до леса, вроде надежда. Они, немцы, в Одессу ночью не пойдут. И вот мы сделали дырку. Я вышел, Петров вышел. Но он высокий. Почему-то рюкзачок небольшой за спину. Задел проволоку, проволока спустилась. Тан-дан-дан-дан-дан, как телефон. А погода тихая, никакого ветра. Я вот добежал до леса. Петрова нет. И вот пока добежал, за нами ни погоня, ни стрельбы. Все прекратилось. Тихо я жду. А его нет и нет. Потом Василий Недаев две недели пробирался к партизанам, но так и не дошел. В одном из сел его обнаружили полицаи из местных и сдали в немецкую комендатуру. И уже в июле 42-го года Василий Алексеевич, подобно тысячам наших соотечественников, оказался на одной из ферм в Баварии. Там же в Баварии Василий Недаев встретил победу. Союзники американца помогли ему и другим работникам добраться до пункта сбора репатриантов. Но на родину в Чувашию Василий Алексеевич попал лишь спустя три года. Кому бы Василий Алексеевич не рассказывал свою историю, в ответ слышал одно. Да про вас книги писать нужно. А что вы думаете, есть такая книга? Ее написала жена Василия Недаева, чувашская писательница Зоя Нестерова. В этой книге описана вся жизнь, а вернее, судьба человека.